Доктор политических наук, экс-начальник управления страны СНГ, Росзарубеж Центра Примит Российской Федерации, с нами на прямой связи сейчас. Татьяна, мы вас приветствуем еще раз, потому что вы уже неоднократно выходите в эфир канала Freedom. Здравствуйте. Во-первых, прежде чем начнем разговор и продолжим, все ли у вас нормально? Потому что последний раз, когда мы с вами связывались, вы достаточно смело в эфире говорили смелые вещи, находясь там чуть ли не в центре России. Ну, вы знаете, пока все нормально, но, в общем, все мои выступления читают, мои адвокаты смотрят, я им показываю, хотя я понимаю, что если будет желание, то и адвокаты не помогут. Но, тем не менее, пока вроде бы все нормально, но, во всяком случае, на сегодняшний момент. Вот. Естественно, я могла бы рассказать другие вещи. Вот сейчас вот тему обсуждали с генералом беседой и как выстраивалась работа на Украине. Я, в общем, знаю, как она выстраивалась, и это, конечно, одна из причин того, что происходит. Так, давайте это и обсудим, Татьяна, давайте это и обсудим. Просто вы говорите о задержании руководителя 5-го отдела ФСБ беседы, правильно? И информация о том, что 150 сотрудников тоже отстранены от должности. Вот давайте тогда и объясните, по вашему мнению, почему это происходит. Ну, вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что на самом деле то, как выстраивалась работа в странах СНГ и в Украине, информационная, так называемая, работа, и работа по поддержке тех организаций и структур, которые в перспективе могли бы стать опорой для каких-то шагов со стороны России, я так мягко все называю, уж сами понимаете, почему, она выстраивалась сугубо вот в том ключе, в каком высказываются ее критики. Вообще любая работа за границей, специалист по работе за границей, она выстраивается так, сначала проводится мониторинг, выявляются группы влияния, реальные группы влияния, реальные персоналии влияния, как, например, Куба при всех сложностях всю жизнь работает в Соединенных Штатах, хотя, сами понимаете, что там условий для ее работы никаких нет, вот, но не делается так, что находится какая-то структурка, которая готова иметь с вами финансовые и прочие взаимоотношения, вот эту структуру начинают как на дрожжах пиарить. Это касается не только данной истории, но, в принципе, того, как строится работа с так называемыми соотечественниками вот в последние 10 с лишним лет. Татьяна, давайте сразу, а давайте далеко не отходить, давайте сразу примеры. Что вы имеете в виду, что Путин поставил не на тех в Украине, деньги не на те структуры выделил? Понимаете, вот, любая работа начинается с мониторинга. То есть мониторинг должен показать, какие есть реальные силы, структуры и так далее. А когда работа начинается с того, что дается указание, значит, структурам, отвечающим за это направление, я так мягко говорю, я сейчас не имею в виду спецслужбы, что вот нам надо, чтобы у вас было вот столько-то вот организаций, вот нам нужны те, которые вот будут этим заниматься, а еще вот эти вот, ну, кого хватает, кто попался, мы пытались с этим бороться. Но потом поняли, что это бесполезное занятие, потому что здесь уже не политика, это уже бизнес. Хорошо, хватали, понятно. Но речь же еще идет о такой огромной агентурной сети, если можно назвать ее агентурной, может, вы корректнее назовете это. Вы знаете, а кто эту агентурную сеть видел? Давайте так скажем. Ну, вы видели, как у нас вчера президент заявил, президент Украины, заявил о том, что поймали Виктора Медведчука. Это очень большой такой политический актор на протяжении многих лет был в Украине. Все все понимали, но... Это Медведчук, как персоналия, известная персоналия. Конечно, у него были взаимоотношения с Россией, я не знаю такого ключа с этими людьми или с кем-то еще. Я, может быть, и знаю, но я не говорю. А все, что касается остальной массы людей, ну, вы понимаете, это не так просто создавать агентурную сеть. Главное, зачем ее создавать-то на Украине. Вот, поэтому здесь, в общем-то, все было заранее обречено вот на такой финал. Я могу сказать, что на самом деле человек, может быть, и хочет, хотел бы чем-то заниматься вместе с Россией, какими-то проектами, направленными там на изменение ситуации, на сближение с Россией. Я не говорю о свержении государственного строя, у меня нет таких фактов. Но это не значит, что он может этим заниматься. Поэтому то, что произошло, для меня неудивительно. А докладывали даже не то, что хотели слышать, а то, что хотели слышать, чтобы оправдать траты. У нас, к сожалению, вся работа так становится. Хочу просто подытожить, чтобы понять, что вы, о чем вы сейчас. То есть, получается, а, рекрутинг не тот, 5 миллиардов отмыли долларов, такая цифра сейчас постоянно крутится. И, собственно, говорили то, что хотели слышать. А это уже противоречит какой-то эффективной ситуации. Правильные три фактора? Конечно. Ну, а что? Я могу сказать, что я принимала участие в международных мероприятиях, которые проводились на деньги российского бюджета. Причем очень серьезные деньги. И я видела, что там было. Одно из этих мероприятий закончилось, извините, уголовным делом. И тогда наказание понес один из сотрудников МИДа, который возглавлял тогда штаб. По проведению этого мероприятия. Для меня это лично неудивительно. Для меня удивительно то, как долго вся эта бодяга, простите, продержалась. Потому что, ну, очевидно было. Да для нас это тоже неудивительно, на самом деле. Потому что мы прекрасно помним 2004 год, когда Россия делала такие огромные ставки на Януковича. И если хоть немного читать литературу о подготовке тех выборов, то Путину тоже все убеждали, что Янукович победит. Но, тем не менее, начался Майдан и выбрали Ющенко. Но, в нашей реалии, если взять за аксиому то, что Кремль провалил информационную войну и подготовку к информационной войне в Украине, то кто в этом виноват сейчас в Кремле? Ну, понимаете, сейчас уже, вот, мое личное мнение, я считаю, что сейчас уже, знаете, все вот эти потуги разобраться, кто это... Я не вас имею в виду, я постегу в нашу сторону. Потуги разобраться, а кто виноват, кого выбрать в качестве стрелочника. Они уже как-то поздновато начаты. В конце концов, что касается, значит, с 2004 года, я была тогда в Киеве, правда, и в штабе Януковича, в другом месте. Вот, значит, вы понимаете, в чем ведь дело? Дело в том, что на самом деле после того первого Майдана произошла очень важная вещь в выстраивании российской политики экспертно-информационной за рубежом. Вот именно тогда, именно тогда решили поменять профессионалов, политтехнологов, экспертов, а все-таки Игорь Валерьевич Павловский, простите, профессионал, на людей из другого ведомства. Вот, типа, они вот более компетентны, они знают и так далее. Вот с этого все и началось. Ну, хорошо, если... Потому что каждая своя функция должна быть. Да, ну, если добавить немножко конкретики или конкретных портретов, вот, задержание Суркова имеет отношение к этому провалу? Я хотела сказать, вы знаете, ну, у меня информации-то ведь тоже нету, подтверждающие, задержан Владислав Юрьевич или нет, вот, и что там происходит. Конечно, он умел, как никто, представление о всех схемах, не только на Украине, но и в других местах. Но, вы знаете, Сурков ведь один из немногих интеллектуалов Кремлета. Там вот если сравнивать Суркова с другой частью, то, в общем-то, сравнение это будет в пользу Суркова, он хотя бы, ну, что-то понимает и специалист. Вот. Если это действительно так, то я не знаю, даже радоваться или не радоваться. Но я хочу сказать, что я наблюдаю сейчас со стороны разных людей, находящихся в структурах власти, какие-то потуги как-то повлиять на ситуацию, меру их компетентности. Но, вы понимаете, я там не вижу аналогов даже генералу Лебедя, которого я лично знала. То есть людей, которые могут взять на себя какую-то ответственность. Их там нет. То, что кто-то пытается использовать эти проблемы сейчас России на Украине, так их мягко назову, для того, чтобы усилить свою группу влияния, это есть. Но пока я даже не представляю, потому что, вы знаете, меня-то как россиянку больше беспокоит, а как страну-то свою, извините, спасти, и, в общем, как это все будет выглядеть. А то, что касается этих уровней, значит, угрозы, я отвечу одним простым словом. Но многие ведь не понимают, почему мы там-то вообще воюем. Это есть. Люди не говорят, но не понимают. Потому что информационная работа в России, она и в Сирии не дорабатывала, она и здесь не дорабатывает. Но когда начинаются действия на своей территории, какие-то, пусть даже в виде диверсии, конечно, настроение меняется. Поэтому здесь сейчас предпринимаются всякие шаги. Вот Владимир Владимирович сказал позавчера, по-моему, что мы воюем, просто мы очень медленно двигаемся, мы туда зайдем, сюда зайдем. Но это уже, понимаете, не всех убеждает. При всем уважении гаранту к институции. Вот и так. Вот и вся история. Смотрите, вы сами сказали, что Сурков человек умный, да? При всех своих там... Ну и единственный там, наверное, оставшийся. Так вот, все-таки вот эта вся история о возможном его аресте, это уже наталкивает на мысль о том, что там уже идут какие-то перестановки. Вы говорите, что некому там встать, и Лебедя нет, и так далее, и так далее. Окей, бизнес, который сейчас массово теряет деньги. Они могут как-то группироваться, чтобы там через Суркова, не через Суркова каким-то образом попробовать сделать какие-то перестановки. Ну, я понимаю, что сейчас это выглядит, конечно, как какие-то, знаете, игры Мадридского двора. И мы сейчас как бы хэсперологией занимаемся. Но все же, мы в такой ситуации сейчас. Вы знаете, ну, конечно, бизнес какие-то шаги предпринимает. Это, в общем-то, известно. Но дело-то ведь даже не в Кремле. У нас же огромная страна. У нас же ведь огромная территория, где, по последним данным, по-моему, 147 миллионов. Территория, которая слабо связана логистически. У нас даже в Центральной России, чтобы добраться из одного города в другой, надо зачастую через Москву добираться. Я не говорю уже о Сибири, Урале, там, Дальнем Востоке. И, к сожалению, проблема в том, что у нас вся система управления за последние 20 лет, она была выстроена вот подобным образом. Что хочет начать, то и говорим. К сожалению. Ну, ментально, понятно, да. Ментальная история, которую... Вот вы зубконспирологию сейчас и разбили, фактически. Спасибо огромное. Спасибо вам. Татьяна Полоскова, доктор Полоскова.